Привет, друзья! Меня зовут Николь, сейчас я нахожусь в Каннах, и я хочу вам рассказать о плюсах и минусах работы во Франции. Я сделала такое же видео на английском, если хотите, можете тоже посмотреть. Первое, что вы должны знать, это типа контракт, который здесь есть. Контракт CDE. CDE это контракт без конца, и есть контракт CDD, это контракт с концом. У каждого из этих двух контрактов есть пробный период. У CDD он короче, он один месяц, а у CDE он три месяца. И также нужно знать, что это зависит от каждой компании, то есть все из этих пробных периодов могут также быть продлены. То есть не удивляйтесь, если у РФД вам скажет, что после истечения вашего пробного периода он может сказать, что он продлен еще на следующие три месяца. Следующий факт о работе во Франции, это то, что здесь очень много сделано для того, чтобы защитить работника своего. И большие плюсы, например, есть ticket restaurant, это то, что вам дают как фаучеры на рестораны, которые вы можете использовать в ресторанах, естественно. И также можете, если вы не идите в рестораны и хотите сэкономить, вы можете их использовать в магазинах на покупку еды для дома. Интересно, что французы очень дорожат временем своего обеда. Здесь он длится час или полтора часа, в зависимости от вашего контракта. И обычно все идут в рестораны и наслаждаются с бокальчиком вина и вкусным меню, потому что в меню входит там первое, второе блюдо и десерт. И они спокойно наслаждаются этим временем, потом такие бодренькие возвращаются на работу. Я считаю, вот эта философия наслаждения жизни очень помогает для качественной работы и для баланса между работой и личной жизнью. Следующий плюс это то, что также вы проходите, перед тем, как присутствовать на работу, когда вас уже устроят на работу, вы обязательно идете к доктору, вас проверяют, все ли у вас в порядке, зрение, все-все-все, и смотрят, все ли у вас хорошо. Если есть какие-то, например, у вас какие-то проблемы с кино, они могут вам адаптировать стул специальный, чтобы вы сидели по глазам, они могут тоже вам сделать, чтобы экран был повыше, что-то еще. То есть они очень следят за здоровьем своих работников, это немаловажно. Следующий факт это то, что во Франции не плачут от того, что вас увольняют, потому что здесь, когда тебя увольняют, платят деньги. Например, вы обращаетесь в поле Амплуат, когда после вас уволили, и вам платят минимум 900, примерно 900 евро в месяц. Эта сумма может зависеть от уровня вашей зарплаты в течение вашей работы, и также от того периода, в котором вы работали. Когда период шумажа, период, когда вам оплачивали, он заканчивается, вы можете взять RSA. RSA это минимальное количество денег, которое вам нужно для жизни во Франции. Во Франции на человека без ребенка это примерно 500 евро в месяц. Следующий интересный факт, что немаловажно, если вы приезжаете во Францию, не удивляйтесь, что вам поиск работы и вообще трудоустройство может занять огромное количество времени. Например, я когда устроилась на работу, мне это заняло несколько месяцев. Я прошла три интервью, и они очень скрупулезно проверяли мотивационное письмо, все дипломы по несколько раз, даже там школьные русские дипломы. Я потом еще в Сарбоне, то есть они все проверяли, все это важно. Также проверяют тех людей, с которыми ты работал, насколько ты хороший работник. То есть перед тем, как тебя принять на работу, они хотят быть на 100% уверены, что ты идеальный кандидат, и что они дальше будут с тобой работать, что у тебя не будет никаких проблем. Это все. А, также подождите, есть в Франции, получается, 35 часов в неделю работы, но я работаю 39 часов. Если вы работаете больше часов в неделю, чем положено, то есть 35, то у вас накапливается ЭХТТ. ЭХТТ – это те часы, которые вы работали плюс к вашему рабочему времени, и это вам добавляет один или два дня отпуска в месяц. Вот я аккумулировала это количество ЭХТТ плюс письмоотпусков, и сейчас я могу наслаждаться прекрасным Октябрьским морем, вот этим бархатным сезоном здесь, в Каннах. И это просто замечательно. Если у вас есть какие-то еще вопросы, или вам интересно о жизни и работе в Франции или других странах, пожалуйста, пишите комментарии внизу, делитесь этим видео с теми людьми, которые вам близки, которым было бы это интересно, которые хотят увеличить свои знания и также планируют развиваться и идти дальше, и, может быть, получить опыт работы за границей. Я желаю вам прекрасного дня, подписывайтесь на меня в Инстаграме, также я вас люблю, пока! Спасибо!